Экономия на продуктах питания В первую очередь это мясо. Экономить на этом продукте ну никак нельзя, а тем более заменять его на мясные полуфабрикаты типа сосисок. Вместо этого эксперты рекомендуют перейти на питание день через день. Согласно такому подходу вы можете один день включать в свой рацион дорогой продукт, такой как мясо или птица, а на второй день заменять животный источник белка растительным. Это могут быть бобы или чечевица, которые значительно дешевле и не менее полезны. Также можно добавить грибы и листовую зелень, в которых белка тоже много. Кстати, чтобы сэкономить, лучше покупать птицу целиком, а не отдельные ее части. Так вы сможете использовать ее для первого и для второго. Вторым в этом списке оказались сладости. Да-да, на сладостях категорически не следует экономить. А все потому, что в недорогих выпечках, конфетах и бисквитах содержатся очень вредные трансжиры, которые сейчас являются самым дешевым сырьем для производства лакомств. А продукты с высоким содержанием трансжиров и сахара становятся причиной серьезных заболеваний. Чтобы избежать их покупки, помимо подозрительно низкой цены, следует обращать внимание на маркировку. Если вы видите слова «отвержденные жиры», «частично гидрогенизированные масла», значит эти продукты содержат трансжиры и приобретать их не стоит. И еще одним не менее важным продуктом для нашего организма являются орехи, которые мы попросту не включаем в свой рацион. А между прочим, в 100 граммах ореха содержится 12% от дневной нормы калия и 40% магния. При включении орехов в свой рацион вам можно будет не покупать витамины, а еще они могут заменить перекус или даже пропущенный обед благодаря высокому содержанию калорий. В 100 граммах – примерно 700 калорий. Подводя итог, хочется напомнить – мы есть то, что мы едим. Поэтому не экономьте на качестве продуктов, не покупайте еду сомнительного производства и следите за сроками годности. Итак, если вы хотите рационально вкладывать свои деньги, то сделайте свой выбор в пользу качественных и проверенных продуктов питания.